друзья всем привет сегодня хочу вам показать прекрасную страну беларусь мы давно хотели посетить эту страну и подошел как раз прекрасный момент проезжая по россии порядка 600 километров до границы беларуси мы видели кучу пожаров куча мусора на обочинах разваленные фермы церкви друзья видишь одно и то же и становится грустно почему так не успев переехать границу с беларуси мы видим убранные поля ни одного пожара на полях друзья везде убранные обочины мусора нет от слова вообще вот такая ухоженная друзья вся беларусь то есть мы проехали 200 километров от границы и везде поля все ухожено все красиво начну я пожалуй с самого начала с того времени когда город минск упоминается в 1067 году давайте посмотрим что она говорит официальная история город минск был изведен на холме этот был даже не город а минское городище окруженные оборонительными валами деревянные крепость расположены городище было по обе стороны реки свилочи при впадении в нее реки демиги именно с рекой ними связаны первые упоминания о минске на ее берегах в 1067 году произошла междоусобная битва полоцких и киевских князей вместе впадение немиги в свилочи был основан древний минск есть версия что первоначальное название города было менск или менеск но и далее друзья небольшие сведения в середине шестнадцатого века были большие пожары замок пришел в упадок заново его отстраивали в начале семнадцатого века также в 1569 году между великим княжеским литовским и польшей была подписана люблинская у нее согласно которой два государства объединялись в 1 речь посполитую при императрице екатерина второй минск как и вся беларусь при был присоединен к россии в 1812 году 26 июня минск был занят французскими войсками после ухода войск наполеона минск представлял картину полного разрушения в 1918 году минска захватили войска кайзерской германии в городе был установлен жесткий оккупационный режим минск стал центром подпольной борьбы с оккупантами но и друзья в сорок первом году немецко-фашистские войска подошли городу немцы сделали все чтобы не оставить от города камня на камне но благодаря советским войскам минск был освобожден 3 июля 1944 года все войны проходили через минск и самый большой урон нанесла великая отечественная война 1941-1945 годов порядком 80 процентов зданий было уничтожено ситуация была настолько критично что после окончания войны столицу беларуси хотели перенести в могилёв город восстанавливали всей страной он как птица феникс возродился из пепла до нас с вами дошли лишь крупицы той красоты которая была в городе до великой отечественной войны война начинает новый виток истории забирая с собой память народа силу духа происходит обнуление сознания новое поколение детей начинает расти на обломках великого прошлого которое было стерто из их памяти любая война это переформатирование жесткого диска но благодаря множеству сохранившихся фотографий можно увидеть насколько была красивая архитектура величественное сооружение как продумывали все до мелочей те кто обустраивал все то что мы с вами видим и как были бедные люди возможно мы уже никогда не поймем почему делали все на века вещи служили всю жизнь и передавались из рода в род из поколения в поколение мы живем в мире и чем быстрее сломается тем быстрее купит новое фотографии которые удалось найти это конец девятнадцатого века начала двадцатого на них множество костелов нет нет да мелькают христианские храмы мечети но я не увидел ни одной синагоги почему я заговорил про синагогу мне стало интересно кто жил в девятнадцатом веке в минске и сайт minsk old new точка ком представил информацию что в 1890 году на территории белоруссии а именно в битебске жила 52 процента населения евреев в бресте 65 процентов в гродно 48 в минске 52 чем так манила белая русь до конца 15 века абсолютное большинство упоминаний о белой руси альба русия происходит из западной европы но как мы помним руси было не мытая не образованно жили тут язычники по своим правилам чтили ветер воду огонь и жили в деревянных избах так и Субтитры создавал DimaTorzok С каждым годом в альтернативном котле добавляется по десятку новых версий происхождения мира. Но где она истинна? Как говорится, по вере вашей да будет вам. Или кто ищет, тот найдет. А теперь немного о раскопках в городе Минск. При строительстве метро Немига в 1980-х годах были произведены раскопки. И найдено было, друзья, Минское городище. А именно так называемый старый замок. Были найдены остатки деревянных домов, мостовых, оборонительных сооружений. То есть это было замчище древнего Минска. Впервые Минск упоминается в 1067 году. Из летописной повести временных лет. Именно к этому периоду относят археологи эти самые деревянные постройки. Но нам с вами интересно другое. Насколько глубоко оказались эти постройки. Прошло, друзья, 900 лет. И мы с вами видим хорошо сохранившиеся бревна. Но не видим с вами ни следов пожара. Видим аккуратно обломанные или обрезанные бревна. Самое, что интересно, это то, что, смотрите, деревянные постройки находятся на Черноземе. А сверху глина. Около полутора-двух метров. Уникальный памятник истории. Таким названием награждают археологи этот маленький кусочек современного Минска на проспекте Победителей. Здесь вместо аллеи возле дома физкультурника было минское замчище, окруженное валом. Археологи нашли мостовую, западную стену знаменитого Минского храма, мастерскую, где готовился строительный материал, и несколько деревянных срубов. Мы можем продемонстрировать разноплановость или разновременность использования этой территории. То есть храм, мостовая, которая подходила к нему и потом накрыла храм, когда храм начинает использоваться в позднейшее время как кладбище. А уже затем мы видим следы, можно так сказать, достаточно большой перепланировки памятников. Также было найдено около 80 предметов, характеризующих разные стороны жизни и быта наших предков. Пока исследователи признаются, что находки порождают больше вопросов. Археологи не могут точно сказать, был ли достроен храм и функционировал ли он. К тому же мнение ученых о времени строительства храма расходится почти на полвека. Наши работы в этом году, скажем так, не открывают тайны завесы, потому что все равно хороших датирующих вещей, которые можно напрямую связать или увязать со строительства храма, мы не имеем. Мы имеем, скажем, коллекции вещей, которые имеют достаточно широкие датировки. Вскоре будет создан Национальный историко-археологический центр Минска. Это будет первый музей, который сможет рассказать об истории города. Там и будут экспонироваться найденные на раскопках предметы. Архитектурные находки будут законсервированы, то есть накрыты деревянными щитами и снова засыпаны землей. Комплекс будет открыт позже, когда появятся условия для сохранения многовековых хрупких деревянных построек. Смотрите, один из примеров строительства под уклоном. То есть здание у нас полностью пропорциональное, но сверху этажи, получается, засыпаны, так как в горизонт идет дороги, уходящие вниз. И вот оно, само это здание. Городская ратуша была побутована или забутована в 1582 году. Итак, друзья, вот она ратуша. Но сейчас она полностью восстановлена. И былое величие мы с вами не увидим. То есть никаких признаков цокольных этажей у нее уже нету. Краткая информация. На то, что вниз уходят этажи еще, друзья, метра на три. Точнее, этаж. Это точно. То есть, получается, вот они рабочие работают. Открыта дверка. И вниз еще видите сами. Давайте попробуем по-быстрому спуститься. Друзья, и еще ниже. Так все, друзья, видели сами. Не все так просто. Как мне объяснили, что ратуша раньше здесь собиралась, так сказать, власть. И она была что-то типа нашей сейчас думы. А впереди мы с вами видим костел. Начало 18 века. 1710 год, по-моему. Вообще, вся улица очень старая. Город Минск, получив в 1499 году самоуправление, по магденбургскому праву стал быстро развиваться, как центр ремесла и торговли. Ввел эталоны европейской метрической системы, получил право на восстановку городских весов, а также взимание налогов. Продолжение следует... это минский кафедральный собор сошествие святого духа но когда-то это был целый комплекс женского бернардинского монастыря которые начали строить в 1633 году его состав входили храм жилой комплекс и хозяйственные постройки в 1741 году случился пожар после которого монастырь капитально реконструировали все эти постройки относятся к ранней архитектуре города 15 16 17 век а Субтитры подогнал «Симон» В путешествии по Белоруссии я вижу очень много костелов и очень мало церквей. Причем таких церквей, как в России, которые мы с вами видим, 17-го века, 18-го, более ранних периодов, здесь практически нет. И это говорит, что здесь была совсем другая вера. А именно католическая. Смотрите, что интересно, что здесь мы с вами видим три этажа. То есть сверху окно, которое сейчас переделано, скорее всего, в дверь. И снизу здание 16-го века, насколько я понял. План губернского города Минска, 1797 год. То есть мы сейчас с вами находимся вот здесь, где цифра 8, верхний рынок. Друзья, и как мы с вами видим, интересный знак солнышка на шпиле. А вот она маленькая еще одна. Как нам сказали, что это была бернандитская вера, надо почитать. Реконструкция города Минска, 16-го столетия. Город-звезда. И мастер ключей. Смотрите, вазоны. Рынская католическая парафия. 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 Субтитры делал DimaTorzok Вот они дожди и солнце Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Конечно, реконструкция была у здания Но здание по себе очень красивое Друзья, и табличка у нас указывает, что Это здание 19-го столетия кто-то подрисовал Или точнее зарисовал Виновник торжества Не дал снять до конца Друзья, это Белорусское Министерство Обороны Находится в таком старом красивом здании Сами видите, что окна уходят еще вниз И насколько они еще уходят Вот получается вид сбоку И здесь мы с вами видим, что Вот эти двери, которые спереди Они якобы, точнее, будто бы продолжение окон Вообще, первое впечатление о Минске Что Минск весь из таких вот построек Но официальные таблички говорят о том Что эти постройки с советских времен Там 1950-х годов и более поздние Но везде присутствуют вазоны Везде интересная лепнина Арочные проемы Сейчас здание, конечно, облицовано После реконструкции Что там было, непонятно Но вообще, сам по себе город очень интересный Здесь даже кофейня Смотрите, в каком интересном сооружении Что очень интересно В Минске на многих домах Присутствуют вот такие таблички Называется паспорт жилого дома Здесь можно увидеть год постройки Площадь, количество квартир и остальную информацию Вплоть до снятия показаний приборов учета Получается, что вот этот дом перед нами 1947 года Скажите мне, в послевоенное время строить такие дома С балкончиками Видно, что сверху, точнее на первом этаже Была кирпичная арочная кладка Получается, что домики послевоенные Но сделаны они не на русский манер Какие-то видно, что европейские черты В них присутствуют Может быть, даже их строили пленные немцы Не знаю, друзья Но также здесь вот мы видим Окна, торчащие из земли То есть, вот их реставрируют Это вся улица получается из таких домов Минское Суворовское училище Опять мы с вами видим колонны С правой стороны этажи, уходящие в землю Слева уже нету Вот опять это училище Но вид сбоку Смотрите, какой перепад улицы идет То есть, вот она часть И с левой стороны от училища, друзья Открывается вот такой вот вид То есть, вот какая-то реконструкция здания Краткая информация Паспорт объекта Здесь самое интересное Это то, что, друзья Вот они мы с вами видим Арочные проемы от окон И все уходит еще ниже Впереди старинные здания Название у них Троицкое предместе Подруги, но не в тюрьму А кресту раду Знай, это любовь С нерядом амур Крылья не машет Знай, это любовь Сердце не кричит Селенок не смышленный Губами ищет Мамки вымят Да веселый пригодит Да ярко щиплет Возле клуба Опять же, друзья 19 век у нас здание И улица пошла вниз То есть, внизу находится река Арочные потолки Арки заложенные Но здесь, скорее всего, были Хотя для окон слишком широкие Наверное, какие-то проходы Потом они помешали И их заделали И сделали проход внизу Заехали мы по дороге в кафешку И здесь, друзья, встретил Вот такой интересный аппарат Заинтересовали меня вот здесь Вот эти гайки квадратные То есть, мы с вами их часто встречаем На воротах На строениях 19 века И вот здесь я их тоже увидел То есть, где-то что-то клепанное То есть, это были так называемые То ли жернова Крутилось Что-то туда Вставлялось И перемалывалось Передрабливалось Вот такой вот аппарат Белорусская земля Ухоженная, красивая, чистая По дороге встречаются Такие интересные Экспонаты деревьев Это осина И вот она вся Вот в таких Лиственных шишках Красота неописуемая Ну что, друзья Впереди граница с Литвой Мы покидаем Беларусь И это значит Что у нас впереди Новые приключения Новые исторические объекты Смотрите Но это уже в следующей серии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому